Провелители кастрюли, тарелок, духи печи и сковородок. Я доволен. Восхитительно. Как определенно. А вы, наверное, карлик нос? А вы карлика-волшебник? Мастер супов, паштитов и тысячи вкуснейших блюд. Ваши блюда на самом деле были хороши. Как вы говорите, дорогой князь, совершенно расхитительно. Восхитительно. Да-да, расхитительно. В кухне намного лучше, чем в парке. На охоте чувствовать эти запахи и пробовать. 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 Высокочетивому гостю. Великолепно. Расхитительно. Ты приготовил меню? А теперь я знаю, что вы можете доставить мне удовольствие. Дорогой князь, посмотрите, могут ли эти блюда удовлетворить вашему изысканному вкусу в ближайшие десять дней? Да, и моему желудку изысканно удивительна. А здесь? Разве это не восхитительно? Как? Ах, да! Совершенно расхитительно. Только... Только почему за все то время, что я буду наслаждаться гостеприимством вашего, сиятельного герцога, на стол ни разу не подадут короля всех блюд. Короля всех блюд? Короля всех блюд почти слаб спам Пимпинелла. Ну-ка, король князь. Господин, вы еще будете освещать своим сиянием стол нашего дорогого герцога. Именно поэтому я хотел подождать подачи этого блюда. Ведь чем же другим, как ни королем всех паштетов, я смог бы высказать вам свое уважение. Да, да, да! А почему ты мне не подал ни разу паштет? Шепс! Ты что, хотел дождаться дня моей смерти, чтобы тогда высказать мне свое уважение? Придумайте какое-нибудь другое блюдо в качестве знака уважения нашему гостю, а чтобы завтра утром паштет был на столе. Пусть будет так, как вы сказали, господин. Но выпереди для него сердца только молодых гусей. И если он вам не удастся, тогда... Карлик Нос, что-то не так? Он не знает, как его готовить. Вы правы. Шланг с Пампин Пинелла. Я знаю 100. 200 рецептов паштета, но только не этот. Ну, наконец-то дождались. Придумай что-нибудь, я прошу тебя. Пойдем сначала на рынок за гусями. Конечно, идите, идите. Когда я стяжу на рынке, я все время думаю о якобы. Не переживай так сильно, Ханна. Когда-нибудь... Наш Якоб снова будет с нами. Я не верю в это больше. Карлик Нос снова покупал у тебя сегодня. Ты поэтому такая удрученная. Он определенно что-то знает о нашем мальчике. Не думаю. Я обругала его и прогнала акт. А теперь он повар Герцога. Знаменитый повар. Но все равно... Мне больно на него смотреть. Карлик Нос, ты не придумал еще рецепт для шламп с пампим пинеллы? Гуси у нас есть. Сделай просто самый известный гусиный паштет. И будь что будет. Герцог все равно узнает. Да и толстый князь тоже. Да не, я возьму свежей молодой муки и специи. Ты прав. Так или и так, а я все равно погиб. Тронешь меня, и я тебя укушу. Свернешь мне шею, уйдешь под землю. Что такое? Она говорит? Тронешь меня, и я тебя укушу. Волшебная гусыня. Могу поспорить, ты не всегда была покрыта этими перьями. Я, Мими, дочь главного повара-волшебника Сулеймана. Мой отец знал много тайн поварского искусства. Гусыня разговаривает. Тише, идем сюда. Послушай. Как-то раз он поругался со знаменитой феей Кройтервайс. И за это она превратила меня в гусыню. Но фея Кройтервайс и меня превратила. Она и тебя заколдовала. Тогда она сделала это только с помощью какой-то травы. Мы должны понять, с помощью какой. Но это будет трудно. Но что будет с тобой? Но сначала ты должен приготовить паштет-шлямп с пампем Пинелло. Иначе ты погибнешь. Я знаю шламп с пампем Пинелло. Что? Ну, приблизительно. Мой отец часто готовил его для волшебника Сулеймана. Ты знаешь рецепт паштета? Да. Но прошло уже много времени. Мы можем начать. Принеси остальное. Деток будет просто удивлен. Ах, Мими, это счастливейший день в моей жизни. Как это благоухает великолепно. Король паштетов. Нет, нет. Мой дорогой, мы сами. Разрешите, князь? Конечно, конечно. Конечно, конечно. Я... Но... Ведь... Ты великолепно готовишь, Карлик Нос. Твои паштеты бесподобны. И этот паштет достоин всяких похвал. Только... 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 Только это не совсем король паштетов шляп с пампин пинелла. Шляп с пампин пинелла совсем другой. Здесь чего-то не хватает. Но я приготовил его по всем правилам. Мой гость никогда бы не сказал, что чего-то не хватает. Я велю отрубить тебе голову, противный Карлик. Это мало поможет, мой дорогой. Ваш повар никогда не будет готовить так, как мой. И никогда Карлик Нос не подаст вам на стол короля всех паштетов. Что? Никогда? Здесь не хватает одной приправы. Эта трава не растет у вас, поэтому я могу ее спокойно назвать. Эта трава называется «Чихай на здоровье». Чихай на здоровье? Без этой приправы паштет просто смесь муки и мяса. Я клянусь, что я попробую этот паштет, чего бы мне это ни стоило. Я клянусь, дорогой князь, что завтра, утром на завтрак, вы увидите на столе паштет. Или голову этого Карлика на башне моего замка. Расхитительно. Завтра утром, Карлик, паштет или твоя жизнь? Извини, Якоб. Я совсем забыла об этой травке. Она не растет у нас. Ну, это не так. В любое другое время ты, может быть, и был бы мертв. Но сегодня, слава богу, полнолуние. Сегодня эта трава должна цвести. Скажи, есть ли поблизости старые каштановые деревья? Да. Эм, там, внизу, в парке. Только в тени старых каштанов растет трава «Чихай на здоровье». Ты возьмешь меня на руки и отнесешь каштану. Хорошо, Мими. Я поищу ее. Тогда подождем, пока не взойдет луна. Ну, мой дорогой Карлик-дос, Карлик остается Карликом. Карликом поварского искусства. С тобой покончено. По приказу герцога тебе нельзя покидать замок. За это отвечаю я. Куда я пойду? Мне жаль тебя. Ну, скажи мне. Там, внизу. В парке-то я в нашем. Могу прогуляться? Из парка нашего замка ты не убежишь. Так, стою иди. Мими, ты что-нибудь нашла? Нет, Якоб. Туча закрыла луну. Ничего не видно. Бедный Якоб. Есть еще другие кастанья в парке? Да. Да, на большом луку. Озеро. Пойдем, Мими. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продолжение следует...